МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А также сервер петербургского новостного портала Фонтанка.ру. Вирус пытался атаковать и российские банки из ТОП-20, однако ему это не удалось. Лаборатория Касперского сообщила, что похожие атаки наблюдаются на Украине, в Турции и Германии, хотя и в значительно меньшем количестве. По данным группы АИБИ, атаки начались после полудня накануне на Украине. Вирус поразил компьютерные сети Киевского метрополитена, Министерства инфраструктуры, Международного аэропорта Одессы. Лаборатория Касперского отмечала, что хакеры используют методы, похожие на те, что наблюдались в атаке вируса Петя в июне 2017 года. Однако подтвердить связь двух вирусов пока не может. Минувшие выходные в Италии прошел референдум об автономии. Он показал, что в северных итальянских областях, Венето и Ломбардия, Львина, доля населения являются сторонниками независимости данных регионов. Так, более 98% проголосовавших в Венето и 95% в Ломбардии высказались за расширение автономных полномочий региональных властей. Явка в первой области составила около 60%. Во второй, где впервые в Италии применилось электронное голосование, к урнам пришли около 40% избирателей. Как указал ранее губернатор Венето, его регион намерен добиваться от правительства передачи компетенций во всех 23 сферах. От образования и здравоохранения до транспорта и охраны окружающей среды. Агитационный поезд ЛДПР продолжает путешествие по стране. Спецсостав проехал Владимирскую, Нижегородскую, Кировскую области, Удмуртию, Пермский край, Свердловскую, Тюменскую области. Накануне прибыл в Ханты-Мансийский автономный округ ЮГРУ. На каждой остановке жители приветствовали команду агитсостава, депутатов ЛДПР, юристов, специалистов Центрального аппарата партии. Больше всего жители округа жаловались на проблемы, связанные с жильем, на нехватку парковок у поликлиник и во дворах, а также на переполненный школ. Со всеми проблемными вопросами жители ЮГРЫ команда агитпоста пообещала разобраться и их решить. Владимир Жириновский посетил премьерный показ фильма режиссера Алексея Учителя Матильда, состоявшийся накануне в Москве. Председатель ЛДПР поделился своим мнением по поводу нашумевшей картины, предложив сторонникам и противникам Матильды выяснять отношения цивилизованно, организовав совместный круглый стол. Требовать, чтобы Матильду запретили к показу, нельзя, убежден Владимир Жириновский. Здесь нужна дискуссия, каждый пусть сам решает, смотреть ему фильм или нет, отметил лидер ЛДПР. Подробнее о комментариях Владимира Жириновского смотрите далее. Ну, нельзя не высказать свою позицию по премьере фильм Матильда. Целый год был такой ажиотаж, шум. Группа депутатов посмотрели вчера. По художественным таким параметрам очень красивый фильм. Такие сцены хорошие, музыка, костюмы, это все хорошо. Но подбор актеров, это как вот футбольные команды. Наберут легионеров, и это же не достижение нашего спорта, а самородки из чужих стран. А здесь даже не самородки. Просто взяли, немец играет Николая Второго, еще ряд актеров. Зачем? У нас огромное количество наших актеров. В этом смысле непонятно. Потом нету соответствия. Этот немецкий актер очень высокого роста. Николай Второй был намного ниже. И для его отца Александр Третьего можно было подобрать, может быть, не Гармаш бы сыграл ту роль, другой, более похожий. Это же история нашей страны. Но никаких там сцен, сюжетов, чтобы это оскорбляло чьи-то чувства, мы не нашли. Если бы не было этого ажиотажа, то на него бы пошло очень мало зрителей, как на Анну Каренину. Карен Шахназаров сделал. Она прошла по экрану, никто не заметил. Был фильм, нету фильма. То есть в обычном режиме этот фильм прошел бы. Те, кто пытались сорвать его, так сказать, выход на широкий экран, они просчитались. Они через черный пиар дали бешеную рекламу. И больше ничего. При подходе к кинотеатру все ожидали каких-то провокаций. Ничего не было. Актуальные темы обсудим с гостем в студии Сергеем Яковлевым, адвокатом-активистом ЛДПР. Сергей, добрый день. Здравствуйте, Ольга. Предлагаю начать с такой громкой темы, с премьеры вчера в кинотеатре «Октябрь» фильма «Матильда». Ажиотаж, конечно, был огромный. Год велись споры. В принципе, никто не видел картину, только трейлер. Но споры были колоссальные. Как вы оцениваете всю эту ситуацию? Ну, я считаю, вы знаете, Владимир Вольфович абсолютно правильно дал оценку этого фильма. Действительно, фильм красивый. Я смотрел только трейлер. Меня возмутило, знаете что? Что когда я пытался купить в интернете билеты в кинотеатр «Иллюзион», у меня это не получилось в электронном виде. Но другие фильмы, пожалуйста. Вот на «Матильду» нет. Правда, это было достаточно давно, недели две или три назад, когда только вот было заявлено в афише этот фильм. Но тем не менее, я считаю, что вот здесь совершенно... Вы понимаете, в чем дело? Когда раздувается шумиха вокруг какого-то фильма, вокруг какого-то произведения искусства, неважно, что говорят, главное, чтобы говорили. Поэтому наши борцы за чувства верующих, и в частности православных, должны трижды подумать, прежде чем раздувать скандал на пустом месте. Вообще, вот с правовой точки зрения, я хочу сказать, что это очень опасный, на самом деле, закон о защите чувств верующих. Потому что мы живем в многоконфессиональной стране. У нас живут и православные, и мусульмане, и иудеи, и католики, и вообще атеисты. Извините меня, 70 лет советская власть выжигала любое упоминание, скажем так, о христианской вере, и вообще о религии. И каким образом? У нас достаточно много людей просто неверующих. А кто защищает их чувства? Понимаете как? То есть, дело в том, что я считаю, что применительная практика вот этого закона, она немножечко хромает. В том плане, что да, когда человек врывается в религиозное место и начинает там пропаганду каких-то своих идей, нарушая службу, нарушая какие-то каноны религиозные, и действительно возмущение вызывая у верующих, то, несомненно, необходимо применять законодательство. Но когда это художественное произведение, когда это просто информация, это видение художника, вот он так видит, и вообще это художественный вымысел. Так можно тоже сказать, это не документальное кино. Поэтому если кого-то что-то оскорбляет, ты имеешь право выключить кнопку на телевизоре и не смотреть. Ты имеешь право не покупать билет и не ходить. А я, например, хочу посмотреть эту информацию, мне она интересна. Фактически, на мой взгляд, это просто прямое злоупотребление нашим законодательством, которое было, возможно, в спешном порядке принято вот в этой части, защите именно чувств верующих. Потому что здесь нужно очень внимательно, очень осторожно быть. Потому что сегодня это оскорбление другого, завтра оскорбление третьего, а в результате мы нарушаем наши просто основополагающие конституционные права. Понимаете? Право на получение информации, право на свободу слова. То есть это, ну, недопустимо, мне кажется, в демократическом государстве, в таком, которым является Российская Федерация. Проблема в том, что, понимаете, мы только строим наше гражданское общество. Оно, конечно же, во многом несовершенно. Что такое был Советский Союз? Советский Союз – это было равенство рабов под гнетом деспотии. Сейчас, я могу сказать, Российская Федерация, она во многом демократичнее многих других европейских и вообще западных стран, в том числе и Соединенных Штатов Америки. А то, что касается и вот такие вот инциденты, когда вдруг кто-то из депутатов Государственной Думы начинает вот такую кампанию, то у меня даже складывается такое впечатление, не получил ли он гонорар. За свою деятельность. Но на самом деле все эти акции протеста наоборот сделали огромный пиар. Сейчас билеты вообще не достали на Матильдена. Да, конечно, конечно. Это проблема. То есть люди хотели как лучше, а получилось как всегда? Или они так и хотели? Ну да, здесь вопрос. Здесь не ясно как. А вот у самого Алексея Учителя, у него были, с юридической точки зрения, были ли какие-то права защитить свой этот проект? Вы знаете, здесь в чем слабость позиции господина Учителя? В том, что если бы он снимал фильм на собственные средства или на средства каких-то спонсоров, инвесторов, это была бы одна сторона вопроса. Он все-таки получил государственные деньги, я сейчас не помню какую сумму, ну там, по-моему, больше 200. Да, 280 миллионов. Да, и соответственно, знаете, тот, кто платит, тот и заказывает музыку. И соответственно, если бы ему дал деньги частный инвестор, то он бы держал просто господина Учителя за горло и диктовал ему, что ему сделать и как ему сделать. Возможно, если наши какие-то государственные структуры, менеджеры от нашего государственного кино хотят, ну, что ли, скажем, имеют позицию по тому, что они хотят увидеть, они должны просто больше контролировать художника в процессе его работы. А не махать кулаками, когда поезд уже ушел, когда кино снято и когда люди хотят его посмотреть. А как вы относитесь к тому, вот отметил Владимир Вольфович, что историю России, да, вот какой-то отрывок этой истории играют иностранные актеры? Вот, вы знаете, как русскую душу иностранец не может реализовать на экране телевизора, каким бы талантливым актером он не был. Другое дело, что известные фамилии актеров, они, возможно, если этот фильм предполагается показывать не только в Российской Федерации, но и в других странах, они, конечно, там привлекут зрителя. Вот с этой точки зрения, да, это, возможно, такая вот мысль у режиссера была, такая задумка. Ну, как вам сказать, нельзя указывать художнику, нельзя указывать художнику, какими красками ему написать картину. Мы можем только высказать свое мнение и пожелание. Я полностью согласен с Владимиром Вольфовичем Жириновским, потому что он указал на, знаете, как стремление некоторых частей нашей интеллектуальной элиты, нашей художественной элиты, больше поклоняться западным идолам и в меньшей степени чувствовать страну своим сердцем. Вот я думаю, что нужно быть патриотом. Всегда, везде и во всем. Сергей, мы с вами продолжим беседу сразу после короткой рекламы. Мы продолжаем прямой эфир. Я напоминаю, сегодня в студии Сергея Яковлев, адвокат-активист ЛДПР. Сергей, Ксения Собчак недавно заявила о своем намерении баллотироваться на пост президента страны. И накануне провела в Москве пресс-конференцию, где сделала несколько громких таких заявлений. Ну, наверное, сначала интересно услышать ваше мнение о данной кандидатуре. Ну, Ксения Собчак, конечно, у нас молодец. Она имеет достаточно большой опыт различных медиапроектов. На мой взгляд, ее заявление о желании поучаствовать в президентской гонке это очередной медиапроект Ксении Собчак. Учитывая, что она уже озвучила, что руководителем предвыборного штаба будет как раз продюсер, по-моему, да? Да, и вот об этом, ну, с этого можно было как бы начать и завершить вот этим вот. Вообще я, Ксения Анатольевна, отношусь с большим уважением, надо сказать. Почему? Понимаете, в чем дело? Вот многие девушки, молодые люди приезжают из глубинки в Москву для того, чтобы сделать себе карьеру, добиться чего-то в жизни. И когда они чего-то добываются, даже не очень большого успеха, все говорят, какой он молодец. Когда ты сын или дочь известных родителей, то твои успехи и достижения, они меркнут на фоне твоих великих родителей. Я могу сказать, что Анатолий Собчак, папа Ксении, это был великий человек. Это человек, который сделал историю своими руками. Поэтому у Ксении Анатольевны достаточно тяжелая задача перед ней стояла. То есть сверкнуть звездою таким образом, чтобы ее заметили, ее блеск на фоне именно сияния Анатолия Собчака. Я могу сказать, во многом это у нее получилось. С какими методами и способами об этом можно спорить. Это дело каждого. Но цели она добилась. Она узнаваемое лицо. Она лицо, которое интересно определенному сегменту, в том числе и молодежи. Но она в политике человек неискушенный. И фигура очень спорная для такого серьезного мероприятия, как выбора президента. В чем проблема? Проблема в том, что вот сейчас, не являясь зарегистрированным кандидатом, она уже фактически начала предвыборную агитацию и пропаганду. Раздает интервью, высказывает свои первые три шага, по-моему, на пути на поприще президента, которые бы она совершила. Шаги меня немножко удивляют. Во-первых, потому что я не думаю, что это самые значимые шаги для нашего общества. А во-вторых, по вообще, как она формулирует свои желания. Но я напомню, если я не ошибаюсь, это она распустила бы Госдуму, она бы вынесла тело Ленина, закрыла бы мавзолей. И какой-то там третий момент, она раскрыла бы Кремль для широкой публики, практически все, сделала бы его прозрачным. То есть не было бы места, как и смысла ее высказывания, куда бы не мог бы зайти человек. Но по пунктам. Вообще-то у нас президент по Конституции, по статье 80-й, он является гарантом Конституции. И должен, основная его функция, это сглаживать противоречия, находить компромиссы между ветвями власти. Соответственно, да, президент имеет право распустить Государственную Думу, но только Государственную Думу, не Совет Федерации. Это во-первых. Во-вторых, и президент, это записано в Конституции, пусть Ксения Анатольевна изучит статью 109, 111, 117, основание, по которым она могла бы распустить Государственную Думу. Я не думаю, что вновь избранного президента появились бы такие полномочия. Если бы, конечно, она не внесла в Госдуму такую одиозную кандидатуру, например, руководителя правительства, премьер-министра нашего, то что Дума никогда бы с такой кандидатурой не согласилась. Тогда, когда будет непримиримый конфликт между правительством и Госдумой, то президент вмешивается и делает все для того, чтобы этот конфликт примирить. А она изначально собирается этот конфликт раздуть. То есть, как это согласуется с основными задачами президента Российской Федерации, указанными в статье 80 Конституции. Она должна изучить Конституцию и понять, что вообще ей нужно делать. Насчет тела Ленина я не могу ничего сказать. Я считаю, что, возможно, это правильный шаг. Потому что, действительно, мы государство светское, и нам пирамиды фараонов не очень-то нужны, мне кажется, в нашем обществе. Но это уже вопрос такой спорный. То, что касается открытия Кремля, но у нас Кремль и так открыт. Пожалуйста, заходи, гуляй по территории. Да, экскурсиями экскурсиями можно сходить. Да, можно посетить и соборы, посетить дворец съездов. Там много мест посмотреть. Царь Пушку, царь Колокол. Без проблем. В чем вопрос? Вопрос в том, что нужно смотреть, как президент принимает что-ли решение. Снимать, опять же, на телекамеру это. Процесс принятия решения президента. Это вопрос безопасности. Конечно, конечно. Если Ксения Анатольевна так не дорожит своей жизнью, ну тогда, наверное, она может делать только такие вот заявления. Поэтому, по большому счету, вот эти все высказывания, они бог с ними. Но меня больше всего возмутила ее позиция по Крыму. Когда она заявила о том, что, извините меня, она считает Крым территорией Украины. Да, юридически она говорит о том, что является территорией Украины. Да, причем основывается на Будапештском меморандуме, который вообще сюда пристегнуть достаточно тяжело. Вообще нужно изучить теорию суверенитета. И я бы рекомендовал Ксении Анатольевне вернуться к истокам. И начать с 1712 года, когда родился известнейший политический правовой мыслитель французский, Жан-Жак Руссо, который родился в Женеве. Но он как раз и разработал теорию народного суверенитета. Что принадлежит суверенитет не кучке олигархов. И суверенитет принадлежит не Соединенным Штатам Америки или каким-то странам Великобритании или России. Суверенитет принадлежит народу. Народ, в первую очередь, является носителем суверенитета. В демократическом государстве так. Наверное, в условиях феодализма и жесткого монархизма, наверное, там по-другому. Там, конечно же, монарх носитель суверенитета. А у нас народ носитель суверенитета. И, как Руссо подчеркивал, что он считал единственно верным и, наверное, правильным процессом принятия решений, это высказывание именно народам своего мнения, своего решения в общем народном собрании. То есть референдуме. Что и было в Крыму. Да, Сергей, конечно, Владимир Вольфович не мог обойти эту тему стороной. Он тоже высказался сегодня на пресс-подходе. Посмотрим. Ну как можно, чтобы в России практически на полуофициальном уровне появляется дама, желающая участвовать в выборах президента, уже делает заявление, что Крым украинский. Это преступление. Мы же в уголовный кодекс ввели статью. Генеральный прокурор должен возбуждать уголовное дело, следственный комитет открыть дело и передать в суд, и посадить ее лет на пять. Вот там она пускай будет кандидатом в президенты. Она еще не является. ЦИК мы направим. Она не имеет права вести избирательную кампанию. Никто не имеет права. Выборы объявят в середине декабря. Вот после декабря пойдут съезды партий, самовыдвиженцы, соберут подписи. Когда всех зарегистрируют, вот в середине января, пожалуйста, делайте заявление, введите пропаганду, агитацию. Сокольство, кстати, в октябре. Каково жителям в Крыму? Что там в Кремле вообще? С ума сошли? То зовут воссоединение с Россией, то находятся люди, которые говорят, да нет, это Крым украинский. Это чушь, дикость. И никто рот ей не заткнет. Все организовано определенными силами, с участием каких-то, так сказать, государственных структур. Она бы никогда не догадалась пойти на выборы. То есть опять сделать фарс такой вот. Когда-то Богданова запустили, масона на выборы, восьмого года. Значит, в прошлый, потом, в другой раз Прохоров, он не хочет, его вытолкнули на выборы, иди. Все им хочется освежить компанию. Так сказать, ее сделать интересной. Привлечь больше избирателей. Да самый лучший вариант, когда никто от Кремля не пойдет на выборы. Вот не будет кремлевского кандидата, его ставленника, сразу будут выборы интересные. Вы 10 собчаков можете позвать на выборы. Прохоровых, Богдановых. Люди, которые не хотят такие выборы, они все равно голосовать не пойдут. И не нужна графа против всех в лице Собчака, графа против всех, это люди не идут на выборы. Не идут на выборы. И на выборы не пойдет еще больше людей, чем предполагают они. Именно как протест против таких вот вариантов. Мы продолжаем беседу с гостем. Сергей, мы посмотрели выступление Владимира Вольфовича. В принципе, он сказал все то же самое, что и вы ранее озвучили. Я рад, что у нас с точки зрения совпали. Да, это действительно так. Ксения Анатольевна выдвигает свою кандидатуру еще под таким вот лозунгом против всех. Вот что это значит? Вы знаете, в чем проблема? В чем проблема? Проблема в том, что Ксения Анатольевна, видимо, не знает основополагающих принципов теории государства и права. Что вообще в государстве власть, власть, да, она опирается на какой-то слой, социальную группу. И она в любом случае реализует, является проводником определенных идей. Когда, знаете, со всеми, это значит ни с кем. Значит, она против всех сама. Значит, она против русского народа в первую очередь. Вот это мое мнение. Понимаете, видимо, остатки 90-х годов у нее в голове настолько крепко сидят и настолько это вот базисно, фундаментально забито, что Америка это лучшая страна и демократия только там, на Западе. А мы в России сермяжные, лапотные, мы должны как бы смотреть, ориентироваться на Запад, равняться. Но, вы знаете, этих людей становится, слава Богу, все меньше и меньше. И узок их круг. И страшно далеки они от народа. Если мы говорим об ее электорате, то как вы думаете? Конечно же, ее знает молодежь. Определенная прослойка, достаточно маргинальная прослойка, девочек, мальчиков, которые, может быть, никогда на выборы не ходили, которые смотрят Дом-2 или которые там вообще интересуются, вспомнят еще блондинку в шоколаде, то вполне возможно, что за блондинку в шоколаде такие же блондинки и проголосуют. Но я не думаю, что люди, которые действительно думают о своем будущем, они захотят голосовать за человека с невнятной абсолютно программой, без каких-либо предложений по развитию, в первую очередь, экономического нашей великой страны. Сергей, я благодарю вас за интересную беседу, за ваши экспертные комментарии. Был рад с вами увидеться сегодня. В эфире была программа «Молния». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин